Духовный голод Доброе утро, Сергей! Вы несете Евангелие и в эту страну. Расскажите о том, как Господь впервые вам открыл возможность вообще нести Евангелие в страны мусульманские. Я хотел подчеркнуть, что Бог начинает использовать человека, когда человек посвящается. То есть без посвящения Бог не может использовать такого человека ни в каком служении. Мы не думали, что Господь поведет нас таким путем. Мы большое имели желание, как и я, и со своим семейством. Я готовил их, семеро детей, готовил их для служения. И пришел момент, когда нас именно пригласили в мусульманскую страну на служение. И мы должны были поучаствовать на улице Таксимум. Это центральная улица города Стамбула. Это очень большой город. Сейчас с пригородами около 20 миллионов человек. И тысячи и десятки тысяч проходит именно через площадь и улицы Таксимум. По разрешению местным властям было дано два часа до того, чтобы мы могли раздавать Евангелие желающим. И в это время хотелось многое успеть. И во время этого служения дети с музыкальным ансамблем начали исполнять песни христианские. И в это время очень много любопытных людей начали сходиться, слушать. И, пользуясь моментом, мы предлагали Евангелие. Нам хотелось много успеть за эти два часа, поскольку нам сказали, что мы не гарантируем вашей безопасности, если вы более двух часов будете находиться, потому что охрана будет только два часа. И, конечно, раздавалось Евангелие, люди приходили слышать музыку, и одновременно предлагался инжир, они брали. И за около двух часов было раздано примерно полторы тысячи Евангелий. В конце, когда осталось пару Евангелия, их отдали, в моих руках оказалось единственное Евангелие. А люди приходили, но мне не хотелось давать ему лишь бы, то есть давать это Евангелие лишь бы кому-то. Я бы хотел, чтобы это единственное Евангелие, которое осталось, кто-то сам попросил. И я ожидал, и пришел этот момент, когда двое молодых турков прошли мимо, а после вернулись и попросили Евангелие. Я им дал, вручил это Евангелие и благословлял, что Господи, помоги, чтобы Слово Твое имело определенное действие в этих людях. И когда, увидев жажду людей, которые приходили, а Евангелия уже не было, то есть тогда, можно сказать, и Господь заговорил. А кто дальше будет нести благую весть этим людям, где по Ближнему Востоку и Малой Азии, это, можно сказать, сотни миллионов людей, которые еще мало знают или вообще не знают об Иисусе Христе и Евангельской вести. Можно сказать, что тогда был этот разговор с Господом. Вот тогда было некое внутреннее решение, когда сказал Господи, я желаю, я готов с семьей совершать это служение. И в Ирак открылись, и по Ближнему Востоку, и дошли до Африки. Более 10 лет назад для вас прозвучал этот призов, и как вы уже упоминали, вы за это время были в Египте, в Ираке и даже в Дубае. В этой поездке, конкретно сейчас вы находитесь в Турции, теперь вы уже избираете служителей, для того, чтобы они могли глубже изучать священное писание, получить образование богословское и вести церкви, местные церкви, местные христиане. Это всегда, наверное, даже более глубоко проникает в разум у людей, когда они слышат Евангелие от своих же некогда бывших мусульман. Но также вы в этой поездке сейчас были в Южной Танзании. Как обстоят дела там с духовным голодом? Какие возможности Бог вам там открыл? Ну, я хочу сказать, что будущее за тех народов, которые обращают свой взор к Богу. И сегодня Африка открыта для Господа. Но я не видел таких публик, где собирались десятками тысяч людей, несколько часов под открытым палящим солнцем, слушая Слово Господне. Я восхищался мужеством, любоносливостью этих людей. В Танзании, конечно, и южная часть, и как по всей Африке смешана, так же и христиане, и мусульмане. Но это общий интерес к Слову Божьему. И мы посетили Танзанию в прошлом году, где были также крупные евангелизации в одном из регионов. В этом году мы с группой, с братьями оказались в другом регионе, тоже на юге Танзании, где прошли массовые евангелизации на стадионе, где собирались тысячами людей, может там 7 до 10 тысяч, может и больше, меньше, но это примерное число. Я хочу сказать, что все-таки дает о себе, что Африка кое-где больше подвержена влиянию оккультизма. И это даже видно из того, что когда совершается служение и провозглашается имя Иисуса Христа, и после, когда идет призыв к покаянию, видно, как многие люди подвержены, находятся под влиянием оккультных сил, где они падают и их корожат, действительно, смотря, наблюдая за это, понимая, что и здесь нужна сила и власть именем Господа запрещать, повелевать. И для нас, лично для меня, открылись некие, можно сказать, чувства, то, что я не готов был еще для этого приступать и к такому служению, именно совершать молитву именем Иисуса Христа, запрещать этим нечистым духом, чтобы они мучили или удерживали этих людей. Многие подходили с другими переживаниями или проблемами, где нужно было молиться над исцелением. Они своими недугами приходили и просили, помолитесь, и здесь, опять же, нужна та вера и та власть, чтобы именем Иисуса запрещать, именем Иисуса благословлять и просить об исцелении у Господа. То есть, ну, ты понимаешь в этих ситуациях, насколько не только теоретически, но и практически ты посвящен, и насколько ты имеешь эту силу и власть над духовным миром. Вы рассказываете то, как удивительно Бог действует и какая сильная духовная жажда. И, наверное, можно напрямую видеть связь, когда чем больше народ находится в нужде экономической, тем сильнее открыты их сердца для Слова Божьего. Подверждаете ли вы эти слова? Да, я могу подтвердить эти слова, что там, где действительно люди больше в нужде, они как-то ближе к Богу, и вот их непростота, открытость, ну, очевидно. И это действительно так. Мне приходилось бы идти в других странах, где более благополучно, и там действительно видно вот это равнодушие, где люди как будто не нуждаются в Боге, ими так хорошо, они и сами все могут, и они в достатке, и Господь, и жизнь вечная, и служение Богу – это нечто что-то второстепенное. Пришлось ли это видеть, к сожалению, и в тех странах, которые, можно сказать, более благополучны. Поэтому это тоже фактор, что люди ближе к Богу, к трудностям. А такой вопрос, как христианам, которые слышат нас, возможно, это будут христиане Европы, Молдавии, Америки, как нам оставаться чуткими к Духу Святому и не успокаиваться в том, что у нас есть все, как нам гореть и пламенеть Духом Святым, чтобы вот действительно была жажда по Божьему Слову? Опять же, это начинается с личного отношения с Богом, это личное отношение. И от каждого зависит, насколько посвящается Богу, насколько Бог его использует. Я как-то приводил этот пример, когда мы оказались в Риме, и нашу машину разбили, обокрали, тогда были большие переживания, вот почему это, Господи, вроде мы Твое дело делаем, мы вроде все правильно делаем, а вот происходят с нами такие вещи, которые, ну, казалось, не должно быть. А где же Господь? А где же охрана Его? И несмотря на то, что мы остались ни с чем, украли все инструменты, все наши личные вещи, у меня был вопрос Богу, почему? Знаете, есть многие вещи, когда мы задаем Богу, почему, но приходит время, когда может и только в Вечность мы можем получить ответы. Но иногда Господь дает ответы здесь. Мы через год вернулись где-то, опять же, на служение там, ну, может, 11 месяцев прошло. И когда-то одна из встречек нас встретила, она говорит, я новообращенная, я только что покаялась. 20 лет пролежала Евангелие, где ей дали, но она приехала в Риме, там обратилась к Богу. И когда я видела, наблюдала за вами, то я ободрилась, я укрепилась, как дети Божьи, я увидела, встречаются с искушением. Хочу сказать, что я благодарю Богу, что мы сдали этот экзамен, но не всегда, может быть, и сдаем. Но я бы хотел подчеркнуть, что после этого я понял, насколько Господь использует тех, которые посвящаются Ему. То есть, когда посвящаешься Господу, Господь начинает вести тебя и будет проводить тебя таким путем, когда не всегда тебе, может, будет удобно или хорошо по плоти. Это могут быть разные обстоятельства. Но Бог тебя использует во славу Своей. И для меня, допустим, были важны некоторые вещи, или, может, скрипты, инструменты, они были дорогие для нас. Но я понял, что для Господа это ничего не значит, насколько дорога душа. Поэтому я бы хотел сказать братьям, сестрам, живущим в этих регионах, конечно, не все бы могли, может, туда ехать, что-то делать. Но я хочу подчеркнуть, что сегодня те регионы, которые были закрыты для проповеди Евангелия, Господь сегодня открыл. И сегодня мы видим, хотя даже эта страна, в которой я нахожусь, она берет на курс на исламизацию, но видно, что очень много людей, которые интересуются, жаждут узнать о христианстве. И насколько Слово Божие сегодня, оно как живо и действенно. Мне пришлось вчера буквально встречаться и беседовать. И когда дали одному человеку Евангелие, он забросил его где-то там в шкафу и пролежало 3-4 года, а после студент, племянник этого человека говорит, слушай, мы сдаем там у нас в университете тему по христианству или истории христианства, а я ничего не знаю. А тот говорит, слушай, у меня есть что-то христианское. Дал ему это Евангелие, которое пролежало около 3 или 4 лет. И через это Евангелие Господь нашел этого юношу, а после его родственника. Я хочу подчеркнуть, что не все могут куда-то ехать, но молиться Господу, молиться о пробуждении, и также участвовать не только в молитвах, но и другими возможностями, которые Господь побуждает. То есть это можно сказать, что тоже соучастие в том служении по евангелизации. Поэтому я бы хотел сказать, что Господь, то, что делает, и процессы, которые происходят сейчас, они происходят по молитве народа Божьего. И то, что мы здесь, и то, что мы видим иногда, вот эти успехи, и то, что Господь делает, это не наше. И то, что иногда пришлось мне испытывать некие благословения, я понимаю, что это не мое, это Господь делает. Как люди, которые слышат нас и хотели бы поддержать ваше служение, могут сделать это? Вы сказали, что молитвенно, но если кто-то хочет материально, есть ли такая возможность? Ну, я хочу сказать всегда, какая нужда присутствует. Но я восхищаюсь с Господом, что Господь заботится. Не хочу говорить о себе, но о других, что вот даже те же братья, с которыми встречаюсь, и я смотрю, как экономят на пищу, как экономят на транспорт, как вот, и это очень хорошо. И даже то, что есть, это благодаря тем, которые участвуют в этом материальном служении. Потому что благодаря таких, которые участвуют в материальном служении, есть и те, которые совершают служение. Это взаимосвязано. И поэтому здесь мы планируем эти служения. Я не могу говорить, где и как, и в какой стране, но мы планируем их. И стоит вопрос, Господи, а как же их провести? Мы планируем, а не знаем, откуда Господь пошлет и финансы. Я думаю, что будет более правильно через вас, если кто-то желает, то есть через вас мы можем иметь контакт. Спасибо за эту встречу, Сергей. Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что большинство из вас знакомы с фамилией Кирнев именно благодаря музыкальному служению семьи Кирнев детей, которые поют замечательные песни, сочиняют и красивые видеоклипы пишут, снимают к этим песням. Если вам интересно и дальше продолжить знакомство с этой семьей, пожалуйста, заходите на наш YouTube-канал, смотрите видео с Сергеем о том, как воспитать таких детей, которые были бы посвящены Богу. И вам, Сергей, благословение в этом служении и с Богом. С Господом. Храни вас Господь. Мы даем собачьи молитвы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!